Уважаемые граждане, теперь предлагаю вам представить, что будет с Республикой Молдова, если Майя Санду получит второй президентский мандат. Подумайте об этом. Майя Санду, такая, как мы ее знаем, циничная, лишенная сочувствия к собственному народу, но очень угодливая иностранным интересам, Соросу, своим поклонникам на Западе, осуществит любой антигосударственный сценарий, организует любые экономические проблемы для граждан Молдовы, если этого потребуют военные или геополитические цели ее хозяев за рубежом. Повторю, если первый мандат Майя Санду пришлось применять полумеры в условиях своей диктатуры, то в свой последний срок она будет действовать без оговорок, более прямо и жестко. Зная, что ей больше не придется просить молдаван голосовать за нее, она будет действовать по принципу «после меня хоть потоп». И это очень опасно. Многие, очень многие, кто услышит эти высказывания, согласятся со мной. Скажут, что я прав, и многие избиратели с правого политического фланга, которые за эти четыре года убедились, что жили только ложными обещаниями. А ситуация в стране стала такой же сложной и удручающей, как во времена мрачного правительства Стурзы в конце 90-х, когда люди думали лишь, как выжить.